Что касается бюджета, мы не можем его поддержать в первом чтении. Есть много причин, назову главные. Первое. В России огромное неравенство между людьми, что создает серьезные угрозы для политической и социальной стабильности. Мы видим, что правительство много делает, чтобы сократить это неравенство. Но, на мой взгляд, этого недостаточно. И новый бюджет тоже не решает эту задачу. Вторая причина. Мы последовательно выступали и продолжим держаться позицией, что бюджетное правило, которое положено в основу формирования бюджета, тормозит развитие нашей экономики. Третье. Мы считаем, что не в полной мере использованы возможности повлечения доходов бюджета. Мы настаиваем, что нужны не разовые решения и регулировки, а комплекс долгосрочных мер, в том числе введение полноценной прогрессивной шкалы НДФЛ, налога на роскошь, сверхдоходы и другие меры. Мы их предлагали неоднократно, но, к сожалению, не были услышаны. Четвертое. В части расходов хотим отметить, что тоже ряд решений правительства, которые действительно работают на экономику и технологический суверенитет. Как, например, заложен в бюджет объем средств на станкостроение, на развитие беспилотной авиации и многое другое. Многое из того, что сейчас есть в бюджете, мы последовательно предлагали многие годы, и хорошо, что это нашло отражение. Вместе с тем мы считаем, что объем расходов на развитие человеческого капитала, на здравоохранение, образование, социальную поддержку недостаточным. Он не обеспечивает устойчивое развитие в будущем. Считаем, что можно искать средства и вкладываться в большем объеме. Мы рассчитываем на конструктивный диалог во втором чтении и в будущем, для того, чтобы бюджет в итоге стал более социально ориентированным и стал по-настоящему бюджетным развитие. А пока вынуждены голосовать против. Спасибо.